Добрый, добрый, добрый вечер, дорогие друзья! У микрофона Друг, это студия игрокам ТВ, и мы начинаем трансляцию второго матча между командами Empire и командой Vega Squadron. Все это при поддержке Team Empire. Ну и что? Собственно, что мы видели в первом матче? Первый матч был быстрым, стремительным и, по сути, очень удручающим для команды Vega Squadron. Это факт, они проигрывают третью игру подряд. По сути, они проиграли две игры команде Virtus.pro, две последние игры в противостоянии Best of 3, и теперь они проигрывают первую игру команде Empire. Сейчас, собственно, последний шанс у команды Vega Squadron зацепиться за гранд-финал. Шанс на то, чтобы хотя бы как-то восстановить позиции свои, была возможность сыграть третий решающий матч за выход в гранд-финал. Пока что Empire смотрится очень уверенно. С возвращением Йоку все как-то более-менее наладилось. А Vega Squadron то ли из-за потери Паши, то ли просто на дизморале, то ли просто устали, но правда смотрится не очень уверенно. И все это в файтах отображалось. Команда Empire, я подчеркивал, практически каждый файт заканчивала со счетом 4 в 1. Ну это, ну я думаю, вы понимаете, это 100 против 25, это 250 против 1000, это процентное соотношение просто неприятнейшее. Для команды Vega Squadron выиграть ту игру с такими показателями по файтам, ну это было практически невозможно. Команда Empire забирает себе снова-таки Баунти Хантера, и опять, скорее всего, для Алоха Дэнса. Не забанили Лешрака в старте пика банов у нас игроки. Команда Vega Squadron и Empire первым же делом забирает Лешрака Resolution. Решили сыграть до верного. Резолюшн на Лешраке отыгрывает, ну так, чтобы просто с открытым ртом можно смотреть. Это то, как Резолюшн играет и фармит на Лешраке в матче против, по-моему, Якорей на данном турнире. Я помню, как Лешрак от Резолюшн и кто-то из Керри от Сайлента в два с половиной раза больше нафармили, чем вся команда соперники. Якоря там несчастно смотрелись. Ну и не просто потому, что Якоря были несчастными, но потому что и Лешрак. По-моему, на тот момент у Лешрака, ну когда-то был момент, когда я обратил внимание, у Лешрака от Резолюшн было 16 тысяч Нетворса. А в этот же момент у Керри и топ Нетворса команды Фрэнкенс и Кэптен было 6 тысяч Нетворса. 16 против 6, я думаю, объяснять, что к чему нет смысла. Ну и Блад Сикер залетает для команды Вега Складрон. Этот герой уже давным-давно стал метой. Последние недели две, а для Доты это, знаете ли, немало. Блад Сикер появляется везде и всегда. Либо это бан, либо это пик. Ну и жжет Блад Сикер. Достаточно плотно жжет. Блад Сикер приятен сам по себе, как Керри-герой. Блад Сикер полезен для команды. Блад Сикер хороший инициатор, поэтому команда Вега Складрон, я так понимаю, нацелена у нас на агрессивную Доту. Они будут бегать и убивать, если, конечно, позволит им команда Эмпайра и если смогут сами по себе Вега Складрон это все организовать. Забанили Шейкера. Йоку обрезали основного героя. Там еще есть, если что, Сэнд Кинг. Там, в принципе, Баратрум есть. Никуда Спирит Брейкер не одевался. И первую игру Йоку не очень уверенно стоял на линии. Но, с другой стороны, левел-то свой получил. Начал бегать, начал бить. Ну а Бей-беги нормальная схема. Для ранней агрессии вполне себе реальная. Анализируя прошлый матч, собственно, я вначале сказал, что игра у нас либо зайдет в глубочайший лейт, потому что два супер-таки лейта, либо ранние какой-то фармы, ранние удачные файты. Одного из мейн-керри, а там был со стороны Эмпайр Сайленд для Эмбер Спирита, а со стороны команды Вегас Фадрон был Фантом Ланцер для ФН. Так вот, был вариант, что ранние файты удачные позволят одному из керри слишком быстро вынести свои артефакты. Игра эта может еще до расфарма второго керри закончиться. Так и получилось, ФН у нас был с Манта Стайлом, а у Сайленда на тот момент уже было два Баттл Фьюри. Ну, я не думаю, что стоит объяснять, что такое два Баттл Фьюри на 23-й минуте для Эмбер Спирита. Это верная смерть команды, и Вегас Фадрон написали ГГ. Достаточно быстро и уверенно, Эмпайр раскатали первую игру. Спирит Брейкера забирает команда Вегас Фадрон. Может даже отчасти, чтобы не отдать его Йоку. И такое может быть, Йоку у нас по-прежнему пока что без героя Рейс Кинг для Сайленда. Ну и сейчас будем смотреть Блейд Мэйлы первым артефактом, потом Мордиганы, и попробуй этого в Рейс Кинга убей. Что теперь, собственно, необходимо команде... Что необходимо команде Вегас Фадрон? На самом деле, тут очень был бы неплох Фантом Лансер. Можно ли его брать по данному пику? Ой, не думаю. С другой стороны, и Сикера на мид ставить можно было бы. Но не против Лешрака. Да, Пэйл вряд ли здесь уже залетит. Пэйл, я считаю, что потрясающе удачная контра. Таким героям, как Рейс Кинг, как Бристл Бэк, как Лайфстиллер. Диффуза творят просто чудеса на этом герое, а такие тупые герои, как Рейс Кинг, в частности, слишком сильно страдают от недостатка маны. Ну и порезать ману еще сильнее благодаря Пэйлу. Да это вообще плевое дело. Элементарно все это делается. Правда, вот мейн керри я уже вижу. В составе команды Вегас Фадрон, это Бладсикер. Спирит Брейкер, скорее всего, отправится на сложную линию, и маг будет отыгрывать на нем. Нет героя для Ноуана на мидлейн, и еще один саппорт необходим команде Вегас Квадрон. Ну что, на данной стадии 38 секунд остается у команды Вега. Будут ли забирать мидера, или заберут здесь саппорта. Вообще, кому стоять против Лешрака? Теплар Ассасин, пожалуй, что так. Могла бы, наверное, выстоять против Лешрака. Лина. Все-таки второй раз возьмут Лину, может прокнет сейчас. Тут нужно Лине гнобить Лешрака и в хвост, и в гриву, и ждать. Когда тиммейты придут и поиздеваются над Резолюшеном, ну, внимание Лешраку от Резолюшена надо уделять. Желательно больше внимания. Нужно больше внимания, потому что Лешраку нужно больше золота. И Резолюшен фармит, еще раз повторюсь, лучше, чем даже Сайлент на своих керри-героях фармит Резолюшен на Лешраке. Безусловно, фармит лучше, чем Сайлент. Давайте по игрокам. Визуальную статистику я вам покажу. Кто у нас вообще как по фарму выглядит. Ну, Резолюшен. Смотрите на ГПМ Резолюшен. Средний 612. У Ноуана, в свою очередь, 496. Да и, в принципе, крипы крипами. Ну, Резолюшен показатель со всех сторон посильнее. И КДА у него 939. У Ноуана 759. Ну, дальше по Сайленту. 557 ГПМ у Сайлента, у Паши поплотнее, но Паша в этом матче не играет. В общем-то, у ФНа плотненькие показатели по КДА, плотные показатели по фарму. Ну, Сайлент, естественно, тоже не первый раз играет в доту. Ну и МАГ 443. МАГ 443, ХПМа и ГПМа 387. У Йоку показатели пожирнее. Ну, саппортов уже обсуждать мы с вами не будем. Ну, и еще одного героя Йоку забанили. Забанили Шейкера и забанили Сент Кенга, которого тоже я озвучил. Приблизительно топовых героев для Йоку забанили. Есть и не топовые герои, почему бы и нет. Кентавр для Врейс Кенга. Это, кстати, решает несколько проблем сразу. Во-первых, проблему эскейпа команды Эмпайр, если вдруг придется убегать. Во-вторых, проблему врыва Врейс Кенга. Врейс Кенг у нас до появления Даггера на самом деле, мягко говоря, бесполезен. До появления Даггера он не способен врываться. В замес он не способен кого-то цеплять, если только не абсолютно тупоголовый герой подойдет впритык к Врейс Кенгу, перейдет его руками. А, например, за той же Линой, за Сфирит Брейкером, за Блатсикером угнаться в Врейс Кенгу практически невозможно. Ну и Кентавр за счет Стампида эту проблему решает. Врейс Кенг у нас в самый центр событий может идти, а там уже и скиллы Юзати. И Ринкарнэйшн будет полезным не только в вопросах выживаемости, но и в вопросах зацепить кого-нибудь. Феникс. Последним пиком для команды Вега Складрон. Ну, укомплектовались... Я не знаю вообще, что из этой мозаики можно слепить. На реализацию такой пик. Ауэроскаст. Лина Феникс. Блатсикер. Не слишком мощно. Ну и толстоватые игроки команды Эмпайр. Конкретно Сайлент, конкретно Йоку. Например, Лина вряд ли будет у нас пробивать в Врейс Кенга. В принципе, потому что прирост по силе достаточно плотный. Да и тот же Ринкарнэйшн. Лина вкастовать в Врейс Кенга все сможет, но после этого у Лины просто ничего не будет. Поэтому тут как бы не прогадала команда Вега Складрон. Ну и Резолюшн на Лешраке будет играть у нас. Алоха Дэн забирает себе Баунти Хантера. Бэйн будет играть. На Бэйне, точнее, будет играть Always Wanna Fly. И так, и дальше по списку. И дальше по списку Йоку. Кентавр Варранер. Сайлент. Врейс Кинг. Алоха Дэнс Баунти Хантер. Always Wanna Fly играет на Бэйне. И Резолюшн забирает себе Лешрака. Со стороны команды Вега Складрон. Сема Зеслэйр будет отыгрывать у нас на Винтерн Виверн. Соло будет играть на Феникс. Ноуан будет играть на Лине. Мак забирает себе Спирит Брейкера. И Фен фармит на Бладсикере. Не знаю, скажется ли потеря Паши на игре команды Вега Складрон. И неужели это так критично было? С другой стороны. Команда Эмпайр на данный момент играет в полном составе. Йоку вернулся. Собственно, и состав теперь полной комбинации наигранный. Работает все, в принципе, так как Эмпайр задумывала, так как Эмпайр тренировала. Поэтому, безусловно, Эмпайр сейчас выглядит мощно в полном своем составе. Без Йоку смотрелись, ну, не очень, мягко говоря. Но эфир где-то моментами не доигрывал. И Эмпайр, и Виртус Про являлись фаворитами этого матча. И все, в принципе, предрекали гранд-финал Эмпайр против Виртус Про. К этому-то все и идет. Команда Вега Складрон отожгла частично. Ну, опять же, будем честны. Оторгла против Эмпайр, у которой не было Йоку. Вот, а с Виртусами в полном составе там сильно и не попадаешься. Ну и сейчас Вега сами страдают от недостатка своего состава. ФН классная замена, безусловно. Но Паша был, ну, очень приличным керри, очень приличным. Поэтому Вега Складрон, мне кажется, рискует остаться все-таки на третьем месте. Тут действительно придется прыгнуть выше головы, если они хотят опрокинуть фулл составную империю. Ладно, пожелаем в любом случае удачи. Вега Складрон смотрится интересно, и я им симпатизирую. Они мне и правда понравились еще с квалов на Интернешнл. Ну и состав такой, знаете ли, агрессивно веселенький. Ну ладно, давайте перейдем к матчу, к расстановке полу-лайна. Маг стоит у нас на топ-лейне, и не в соло стоит. Не в соло, а соло. Феникс у нас саппортит мага на топ-лейне. Сложная линия для команды Вега Складрон. На легкой линии Сайлент. На Рейскингей, Олес Финнафлай пока что рядом с ним. Алоха Дэнс уже по привычке у нас на мид-лейне. По-тихому старается здесь жизнь подпортить линию от Науана. И не все так просто. Не все так просто. Один вард решил все вопросы, и Алоха Дэнс отсюда уходит или нет. Вроде как обиделся Алоха Дэнс. Ну заход в спину сложновато. Алоха Дэнс опять у нас в зону Вижена попадает. Ну и что будут цеплять Науана? Резолюшн. Сплит-Ос не достает Дону Вана. Он отсюда уходит. Давайте на нижний лайн посмотрим, потому что это возня в ширинке на миде. Ничем, я думаю, результативным ни для одной стороны, ни для другой не закончится. Йоку на сложной линии стоит в соло против Эфена на Бладсикере и Сюмзе Слеера. Который на линию, в общем-то, и не появляется на линии, а немножко жизнь кентавру портит. За счет недостатка фарма Йоку нашел выход из этой ситуации. Он просто пошел забирать крипов, которые Сюмзе Слеер планировал тут дабл отводить. Так, у нас файт на топ-лейне. ФБ где-то рядом. Соло ловит у нас тан от Сайлента. У соло нет и Карус Дайва пошел отдаваться нейтралам. И последний удар у нас от Сайлента по горбу Фениксу. Феникс отваливается в таверну. Счет 1-0. Импайр повели. Алоха Дэнс пришел магу жизнь портить. Есть, если что, чарджи в Даркнесс от мага. И маг пока что не юзает. Естественно, в соло-то Алоха Дэнсу он лицо расковыривает. Ой, Алоха. Такой подстрач получил. Отлетел у нас от крипов. Передумал дальше агрессию проявлять. Окей. Ну и Алоха Дэнс тут просто бедный родственник. Он подойдет на одну линию, попытается кому-нибудь жизнь подпортить. Ему разобьют лицо. В частности, Ноуан это сделал на ранних левелах. Теперь подошел со спиритбрейкером поговорить. Он ему слышит. И Алоха Дэнс теперь не знает, ну что делать теперь. Фармить крипов в лес не пойдешь. По линии бегать тоже вроде как. Завардели все и... Ожидают Алоха Дэнса в гости. О самом второго левела и на каких-то серьезных топовых героев на карте выходить пока что опасно. Чем дольше Алоха Дэнс бегает, тем бесполезнее он будет до появления трека. Это факт. Эмпайр выигрывает по голде. Более 300 по экспириенсу чуть-чуть проигрывает. Ну, в принципе, на третьей с половиной минуте это особого значения не имеет. Так, Алоха Дэнс видит у нас Сему Зе Слейра. Вот где-где, а внизу-то его не ждали. Подрезал Виверн хвост. Ну и что? И Фиолетово абсолютно Семин ушел. Окей, ладно, я понял. Вы меня бьете, я ухожу. Нормальная тема. Дают бери, бьют беги. Сема Зе Слейра отходит по Тауру. Алоха Дэнса опять. Бедняга должен куда-то идти. Да посмотрите на это. Просто отчаянный странник. Так, в это время Соло запилил у нас Сайлента прямо под Тауэром команды Эмпайр. Соло сам погибает. Улы Суна Флай забирает этот фраг. Но Сайлента убили. По голде команда Вега Сквадрон больше здесь поднимает. Не на много, на копейки, но больше. Но больше. И фраг на мейнкере тоже. В общем-то, плюс мораль все-таки дает. Алоха Дэнс не знает уже, кому мстить. Пойду бить Курьера. Курьер уже хвостом машет Алохи и уходит отсюда. Но подожду вдруг еще один Курьер. Алоха Дэнс не видел, куда Курьер полетел. Вот. И Ноуана огорчить ему не удастся, мне кажется. Вега уже вышли в топ. Кстати, преимущество по голде и по экспириенсу. Макс, always wanna fly. Сайлент дает стан у нас по магу. Флайер есть, брейнсап. Маны на Найтмейр не хватает. И Сайлент пилит мага. Еще пара ударов. Маг у нас отвалится. Есть стан у Сайлента. Мага убивает. Бейн забирает этот фраг. Сейлентом за Слэйр уже сюда. Через Артик Берн. За Always on a Fly. Сема врезался в крипов. Как это вообще возможно? Ты же под Артик Берном, чувак. Ух. Жесть. Или просто там что-то мискликнул Сема. Какая-то миллисекундная абсолютно заминка была от Семы за Слэйра. Так, в это время у нас на ботом лейне развалили Кентавра. Что становится 2-3. Там Бладсикер фраг получил. Ну, стоять против Бладсикера на линии это печаль абсолютно. Тем более, милишному герою Кентавр против Бладсикера не боец в принципе. Да, много ХП, конечно, у Кентавра. Сикер в соло-то его и не расковыряет. Ой, Сикер у нас на мидлейн. Уже летит. Резолюшн. За Тауром. Рапшина резолюшн. И ФН будет мстить. Ну и пуль снова здесь вот Лешрака. Еще и подхилился Лешрак, потому что... Потому что с Бладсикером дрался. Маг выходит на Алоха Дэнса. Распилили в итоге резолюшн. И Спирит Брейкер забирает Алоха Дэнса. Не есть хорошо этот файт для команды Эмпайр. Они тут выиграли по голде, конечно. Но потеряли мидера, потеряли Алоха Дэнса. Он наконец-то нашел свое предназначение. Мое предназначение умирать теперь за Тауром соперника. Эмпайр по голде. 400 всего лишь выигрывают. Но как-то вырываться вперед не удается ни одной команде. По-моему, к этому моменту в прошлом матче Эмпайр уже повыше были в графиках. Радиант Миддл Тауэр под атакой. Так, в рабче у нас на Йоку. И ФН побежал. Не добежал немножко ФН. Лина пораньше справилась с Кентавром. Как-то Йоку немножко забегался. А что делает Сайленту в этом вопросе? Где, кстати, Сикер? Далеко? Нет, Сикер у нас под Тауром получает. Вышел под Таур. И у Сикер сам уже теперь на соплях. Сайлент-то есть Ринкарнэйшн. Он не переживает. Если что, встретить получится. На лоу ХП Соло. На лоу ХП Сайлент. И на лоу ХП у нас Бладсекер. Но ФНу не проблема, в принципе, в лесу отхилиться. У Рейс Кинга ситуация не такая приятная. Соло, в принципе, сейчас Рейс Кинга забирает. Я так понимаю, Сайлент специально все это делал. Просто чтобы нормально себя чувствовать. Чтобы мана была, чтобы ХП было. Чтобы так ненароком не слиться, когда кто-то важный придет на линию. Алоха Дэнс. Четвертый, практически пятый левел. В Виверн та же ситуация. Куда делся мидер? Команда Эмпайр. Резолюшн. Ты где? Резолюшн в лесу. Фармил в это время крипов. Кстати, по Нетворсу Резолюшн уступает ФНу. У Блад Сикера 2-1-1 счет. У Резолюшна счет 2-1-0. Ну, немного совсем уступает Резолюшн. А уже, кстати, и в топ вышел у нас Резолюшн по Нетворсу. Будут ровно держаться. У Сикера проблем с фармом быть не должно, в принципе. Во-первых, он Йоку здесь загнал. И по левелу, и по фарму. Сам Блад Сикер уже почти восьмого. Йоку пока еще без стомпида. И Мак бежит на Йоку. Йоку будут пытаться здесь забрать. Ну все, стан от Йоку. Застопил Мага. Лагуна Блейд в спину. И ФН допиливает у нас Кентавра. Ну, бёрст дэмэдж от команды Вега просто колоссальный. Просто колоссальный. Этот бёрст дэмэдж в одном единственном герое кроется. И, наверное, в одном единственном его скилле. Лине не обязательно близко подходить. И стоять, ждать, например, когда на тебе рапши. Стоять, ждать, когда Лина подойдет и Лагуна Блейд вперед в подхвост. Тоже печально. В любом случае, тут между двух огней находятся игроки команды Эмпайр. Пока у них недостаток по ХП. Даже на таких героях, как Кентавр, в принципе, необходимо ждать артефактов. Для этого надо более-менее аккуратно отстоять свои лаймы. Поймали Соло у нас. Финсгрейп, Олвисона Флай забирает этот фраг. Сайленту никак не дают нормальное количество фрагов. У Сайлента три ассиста. А так быть не должно. Рейс Кинг должен убивать у нас, по идее. И ФН очень быстро бегает, потому что где-то Сайлент. Мы видели на топ-лейне у нас лоу-хпшный. ФН за Алоха Дэнсом. Блад Райт под ноги. Алоха Дэнса выталкивается с Блад Райта. Мак бросает у нас Урнов Шадрес на Алоха Дэнса. Его просто не выпускают. Ну и так Келлинг Спри уже для мейнкерри команды Вега Складрон. ФН разгоняется. Разгоняется. А Сикера не так-то и просто будет остановить, если нормальную динамику дать ему на старте. Команда Вега Складрон уже выигрывает по фрагам. И Сайлент у нас умирает. Феникс просто через Супернову забирает у нас Сайлент. Но это же элементарно. Да как так-то? И вот он ФН снова здесь. И снова здравствуйте. Еще один килл от соло. ФН здесь поучаствовал. Вроде бы и он львиную долю демеджа нанес. Но фраг не забрал. Алоха Денс. Ну близко даже подходить к ФНу. Я думаю запрещено Алоха Денсу. Что он собственно Блатикеру сделает. Более 1000 хп. Демеджа тоже дохрена. Скиллы все плотненько прокачаны. Два удара нормальных по Алоха Денсу. Но уже будет лохэпешный. И в общем-то. ФН его разбить-то сможет. Сайлент возвращается на лайн. 53 на 8 крип статус Сайлента. 78 на 26 у Блатсикера. Ожжжж. Что это такое? 77-18 у нас у Резолюшена. 59 у Ноуана. И Сайлент 56 на 8. Ну ровно-ровно. Но то что Блатсикер творит. Это конечно чудеса. ФН тут где-то даже до уровня Паши доходит. С Ноуаном тягаться я думаю не стоит. ФН он поярче как по мне. Стендин который основного героя фактически. Уделал. По своим показателям с Пашей. Тоже может поспорить ФН. Так Соло у нас распиливают на топ-лейне. Тут переключишься так быстро. Очень в темпе так справились Соло. Маг цепляет Алоха Денс. Алоха Денс под просветкой. Ну и Мага должны забить. Забирают Мага. Минус 3 делает команда Эмпайр. На Лохэп здесь Алоха Денс. Не успевает. Алоха Денс делает тэп-аут. И Сайлента тоже разобрали. И 3 в 2. 3 в 0 превратилось в 3-2. Жесткач конечно. Вега у нас просто загнанный в угол звери. И понизу бы оскалили серьезно. Тут некуда отступать. Все уже. Тут можно рисковать. Можно действовать агрессивно. Даст плоды свои окей. Не даст. Хрен с ним. Мы хотя бы попробовали. Вега и правда... Уверенно смотрятся. Поувереннее, чем в первом матче. Они поняли, что ошибаться теперь уже... Как бы ошибайся, не ошибайся. Игру надо выигрывать. Ну и счет у нас 11-9 в пользу команды Вега-Сквадрон. Так, Мак побежал. Куда ты побежал, Мак? Мак побежал на мидлей. Мак у нас побежал фармить крипов. Очень хочу фармить крипов. Срочно. Always want to fly во вражеском лесу. Здесь сразу 4 героя команды Вега-Сквадрон в непосредственной близости. ФНа видят. Финсгрип есть? Нет. Финсгрипа нет. Еще 20 секунд. Алохадненс близко к нему не подходи. Не подходи к нему близко. Тебя сейчас разорвет просто сплэшом. Которого в принципе нет у Бладсикера. Но вдруг. Раз в год и... И сплэш стреляет. Но уже 3 игрока команды Импайр во вражеском лесу. Йоку здесь. У Йоку, кстати, никакого даггера нет. И даже не пахнет даггером. У Саймента появляется первый. И классический для Саймента. Артефакт. Блэйдмейл. На Рейс Кинге. Потом ждем армлет. По классике идет. Always want to fly как-то подзаснул здесь. Во вражеском лесу. Алохадненс дальше. Алохадненс уже с хедреской. Я не думаю, что это будет мека. Алохадненс, скорее всего, в Ладнер будет приобретать баунти. Если, опять же, будут деньги. Алохаднса просветили. А откуда вообще знание всего этого? Как? Каким хреном вообще вы это знали? Чекают, чекают, пацаны. Палят где-то, палят фишки все. Резолюшн цепляет на медлейне. Все, что можно было запилить в резолюшн, а впилить. Просто два асфальтоукладочных катка. Одновременно нас давили резолюшн. Дальше погоня за магом от Сайлента. Маг на лоу хп. Выкиливает себя через дурно в Шадоус. ФН. А получает ФН под Блэйдмейл. Сайлент у нас на пороге Блэдрайта. Останавливается, но Уан близко не подходит. А даже если подходит, то не страшно. В принципе, Лагуна Блэйд уже проюзан. Команда Вега выигрывает 784 по голде в этом файте. И 1700 по экспириенцию. Сайлент с Блэйдмейлом уже неприятная цель для любого героя команды Вега. Если успеет включить Блэйдмейл, например, под раскаст Лины, то я боюсь, что Лину просто изнутри вывернет наизнанку. Юл есть. А значит, Лина у нас как раз под раскаст и собирается заточить своего персонажа. И Алуха Дэнс все-таки в лучах славы Бладсикера. Купается постоянно где-то рядом. Ничего толком не делает. 4 смерти, 2 ассиста. Баунти Хантер у нас не сильно много плюсов в файте организовывает. Но при этом все время где-то рядом. Все время надоедливый, как назойливая муха у нас. Алуха Дэнс все время рядом с командой Вега. Нет-нет, да и прокнет где-то. Сюрикен запилить в спину. Треки-то постоянно по КД Алуха Дэнс раздает. Плюсы от него присутствуют. У нас Виверна по трекам. У нас Бладсикер по трекам. И файт у нас на топ-лейне. Сайлента разобрали. Сайлент после Реинкарнэйшн через Блэйд Мэйл. Что-то в себя впитать все-таки пытается. Развалили Феникса. Соло отправляется в таверну. Фен имеет мухспид. Все потому что Улэс Унафлай у нас лоу ХПшный. Побежал Фен. У него 600 уже мухспида. Продолжает расти мухспид. Потому что Эмпайр у нас на этом лоу ХП и заканчивается. Ой, как неприятно. Команде Эмпайр развалили Сайлента. Минус 3 зато делает у нас команда Эмпайр уже. Сайлент делает даблкил резолюшн. Еще одного героя забирает Сема Заслеер. Ловит у нас сплитеса. Это Тим Вайп от команды Эмпайр. 15-15. Идите сюда, Вега. Мы вам кое-что покажем. 2-300 по голде. 4-400 по экспириенсу. Поперло Империю. Ну и вы видите. По голде Вега выигрывали полторы. Теперь в ноль. А по-моему и ниже после обновления графики у нас. Отправятся по экспириенсу Эмпайр были впереди. И еще глубже влезут в свое преимущество. У Резолюшна появляется Бладстоун. У Кентавра. Когда ты Йоко будешь с Даггером? Не буду на Йоко вообще переключаться. Пока Даггер не появится на Кентавре. У Баунти Хантера Мека. Все-таки Мека. На Лохо Дэнсе я думал, что во Владмир пойдет у нас Баунти Хантер. Он-то в принципе в файтах у нас так. Когда-никогда участвует. Не думал, что Мекку доверят ему собирать. У Кентавра. Ой, переключился на Кентавра. Палево. Урн оф Шадлз. И тапки обычные у нас. У Олвисона Флая или Шрак мы видели. Полторы тысячи у Резолюшна после Бладстоуна. По Нетворцу он на первом месте. Восемь сто. Но здесь есть с кем побороться. Фэн на Бладсикере. У него есть Огр Клаб. У него есть Митрил Хаммер. И немножко остается голды до рецепта на БКБ. Есть также Мидас на Сикере. Спирит Брейкер. Урн оф Шадлз для мага. ПТ-шка. Брасер. Ну, в принципе, все. Ну, не так уж высоко у нас по фарму. Спирит Брейкер находится. Мидер команды Вега. Ноуан. С Еулом. И обычные тапки для Лины. 11-й левел уже есть. Ну, в следующем артефакте, я думаю, 100% агоним. Выдумывать нихрин вообще на Лине. У Феникса есть Урн оф Шадлз. Есть Транквил Бутсы. И Виверна у нас. Ну, Виверна у нас супер бомж. Потому что... Потому что альтруист. Потому что все в дом. Все в дом. Все для команды. И Просветки. И Варды. И Смаки. Ну, ничего для себя. Все для команды. Ну, такой должен быть саппорт. Это же Виверна. По голде Эмпайр выигрывает более двух. По экспириенсу почти к четырем приближаются. Ну, что, у нас пауза. Отвалился Йоку. Куда ли Йоку делся? За даггером побежал. Только не опять траблы. Без Йоку уже поиграли как-то против команды Вега-Сквадрон. Больше повторений не хотелось бы. А, ну и друзья, пока у нас небольшая пауза. Не забывайте информацию еще раз по нашему каналу. Не забывайте подписываться на наш канал на Твиче. Если 2400 мы сегодня набираем. Или 2500. Сколько там по условиям? По-моему, 2500 мы должны фолловеров набрать. Чтобы мы сегодня тут для всех игроков шмоточку разыграли. Сейчас точно вам скажу по инфе. Нет, 5400. 5400. Не 2500, да. Меня поплавило по этим цифрам. Ну, гуманитарий по образованию. Не обижайтесь. 5400 фолловеров. Если мы набираем, то разыгрываем для наших подписчиков одну штучку для Джаггернаута. Так что, если что, не стесняйтесь. Нажимайте follow. С вас не убудет. Нам приятно. Кто-то, гляди, еще и немножко обогатится. Благодаря вам. Или, опять же, вы обогатитесь. Очень круто. Ну что, Empire. По-прежнему у нас пока что без Йоку. Йоку не возвращается. Инфы никакой, в принципе. Команды друг с другом не общаются. Нас покухи. Ну, вылетел и вылетел. Да и вообще пес с ним. Будем играть без него. Ну и ждем инфу. Хотя бы какую-нибудь инфу. Давайте расскажу вам, что ли, по турнирчику. Кто у нас вообще как двигался и на каком этапе мы находимся. На данный момент играется финал Лузеров, в который Вегас валилась, проиграв в финале Венеров в команде Virtus.pro. Это было вот-вот, если вдруг вы пропустили и только попали. Расскажу инфу. Вкратце, Вега первый матч выиграла у команды ВП. И показалось, что Вега такая команда, которая у нас и ВП оставит позади и Empire. Уже до этого-то они оставили. Вчера у Empire выиграли. Так вот, Вега у нас свалилась из финала Венеров прямо-таки на голову Империи в финал Лузеров. И Virtus.pro отправились в гранд-финал. Победитель данной пары направляется в гранд-финал сражаться за призовые. Причем не такие кислые призовые. Для особенно турнира. С данным составом по командам, а помимо ВП и помимо Empire, ну и пускай Вегу, да, можно тоже туда внести. Команды такие средней руки. Не самые сильные. Можно побороться. Денежки небольшие, конечно. Ну и потеть сильно не надо. Поэтому для топ-коллективов самое оно. Вега туда же в топы подтягивается потихоньку. Уже в тройке. Уже в призовых. Сколько по деньгам, точно не знаю. Если, опять же, они сейчас проиграют. Все к этому идет. Также у нас в четверку сильнейших вошла команда Фрэнкерсен Си Кэптон, которая вышла из группы с командой Empire. Якоря на четвертом месте, а все остальные, в принципе, отвалились. Было изначально в финале. В финальной части 8 команд, которые там зональные свои лиги выиграли. И из этих 8 команд 4 вышло в плей-офф. Фрэнкерсен Си Кэптон уже отвалились. Следующая команда, которая проиграет в данном противостоянии, тоже у нас отпадает. И остается последний рубеж. Гранд-финал, который будет, кстати, на нашем же канале завтра в 18.00. По ВП, что сказать? ВП рубились против Веги очень хлипко, очень. Вега проиграла, вот как по мне, ну, незаслуженно. Не то, чтобы Вега там заслужила и победу, там команды были действительно равны, и там поперло бы, не поперло. В третьем матче, конечно, Вега подслила немножко, но та же первая катка такая камбэковая от команды Вега-Сквадрон дала понять, что просто так ВП-шке проход в гранд-финал никто не отдаст. Как и Эмпайр. Вчера поняли, что Вегу на изичах пройти не получится. И свалились в сетку лузеров. Нормальный диалог такой. Чё там? Спрашивает NoOne. Резульшн отвечает ХЗ. Ну и... Как там? Где ваш пятый? Я не знаю вообще. Парень абсолютно без печали, не в курсе, где он. Отвалился у нас Йоку. Инфы, как я понимаю, никакой нет. В четвером продолжать нет смысла. Может, даже будет у нас стенд-ин какой-нибудь для команды Эмпайр. Йоку и вчера у нас не было. Ноуфир играл вместо него. Так надо бежать за Ноуфиром. Так и думал, отвечает Ноуан. Конкретный ответ от Резолюшна ХЗ и конкретное дополнение у нас от Ноуана. Ноуан сам вчера, кстати, отпадал и против Империи не играл. Вместо него был ФН. Задавайте что-ли вопросы свои в чат. Давайте хоть какой-никакой интерактив организуем, потому как игра, я так понимаю, обещает затянуться. Ну, пауза как минимум обещает затянуться. Если что, задавайте свои вопросы в чат, пообщаемся. Глядя, что интересного я вам расскажу. Какая-нибудь супер-пупер-инсайт-инфа, которую никто не знает. Ну, инфу и Эмпайр, тем не менее, никакой не дает. Вообще непонятно, что происходит. Резолюшин очень уклончиво ответил. Но, опять же, эта уклончивость нам, например, пользы никакой не делает. Мы, опять же, понятия не имеем, когда игра продолжится. Продолжение следует... Продолжение следует... Папчики свои не стримишь. Я папчики свои не катаю. Поэтому, соответственно, и не стримлю. Что делаешь во время паузы? Во время паузы чекаю инфу, что там происходит с Йокой. Во время паузы чекаю инфу, почему у нас пауза. Так, у него чё-то вырубили. Сказал, что заходит 3-4 минуты. У него так чё-то вырубили. Чё-то вырубили. Тут вообще, кстати, Эмпайра, я так смотрю, плотненько взялись за дело. Резолюшин с ранним Бладстоуном, относительно ранним Бладстоуном, уже агрессию проявляет одним своим видом. Касательно команды Вегас Квадрон, я думаю, что это вопрос времени, когда у Резолюшина будет триллион зарядов в Бладстоуне. Ну и Лишак с момента появления Бладстоуна обычно у нас машиной для убийств становится. Это не только касается конкретно Резолюшина на Лишаке, но и, в принципе, Лишака. Это мейнстримовый герой. Герой, который наказывает постоянно и наказывает в большом количестве. Вроде это интеллектуал, вроде это такой нюкер своеобразный. Можно же контрить, казалось бы, но как-то в последнее время не контриться. Какой у тебя ММР? Никакого вообще. Я раз говорю, пабы не катаю, поэтому ММР у меня... Я даже толком и не помню, какой ММР. Где-то под 4 был, когда остановился. Ну, вроде как бы на этом уровне и держится. 3 800 или 3 900. Любишь комментировать игры? Это самый милый вопрос вообще. Любишь комментировать игры? Да, я люблю комментировать игры. А если игры достойны вообще комментирования? Да, люблю комментировать игры. Безусловно, мне нравится заниматься тем, чем я занимаюсь. Я очень доволен, что у меня есть такая возможность. Какой твой любимый персонаж? Из персонажей любимые герои... Это красные скорпионы. Это те, кто тысячами могут разносить. Нон-стоп. Это лейты какие-нибудь. Это антимаг, воид, спектра. Фантом-ланцера не люблю, потому что очень дотошный. Но в основном это те, кто идут и пилят очень быстро, очень по многу и с огромнейшим количеством дэмэджа. Просто нравится ради шоу. Такой вот герой, который действительно является героем. Каким-то героем чуть ли не кино. Как в спорте какой-то звездный такой герой в какой-нибудь футбольной команде есть, за которого ты болеешь. Так и здесь. Ты просто хочешь, чтобы если есть в пике, например, антимаг, чтобы антимаг получил больше золота, чтобы он так пришел и как дал рэмбодж. Ну, в лучшие времена, например, герокоптеров, сайментовых, хвостовых антимагов, например. Герокоптер, кстати, как-то не алло. Сколько тебе платят? Это чувак, который... Нет, это не он. Да, это спрашивает чувак, который... Первое слово, написанное в чате, написал слово дрочит. Теперь он спрашивает, сколько тебе за это платят. За что именно? Уточни, пожалуйста. А, еще и маты. Какой же ты несчастный. Вдохни немного. Как оцениваешь шансы Империи на TI? Вот, вполне адекватный вопрос. Не хочу, конечно, сглазить, но форма Эмпайр мне очень нравится на данный момент. Мне кажется, что команда минимум в топ-5, топ-6 точно должна попасть, потому как я вот пролистывал компендиум, посматривал и увидел, ну, какую-то инфу по интернешнл чекал и в очередной раз обратил внимание на то, какие команды собрались в этом интернешнале. И каких-то вот непроходных команд вот я почему-то не увидел. Причем для любой команды, которая будет хорошо играть, которая будет в хорошей форме. Там-то соберутся чуваки с настолько прямыми руками, что хоть, я не знаю, хоть уровень по этим рукам выставляй. Это понятное дело. Там уже будет все зависеть от сыгранности, от команды. А мне организация Эмпайр в файтах очень нравится. Координация просто запредельная. И это результаты, собственно, свои показывает. Победа на том же Join.MLG, на Mars TV, нормальное место. Еще там до этого были победы. Я думаю, что Эмпайр могли бы подняться в шестерку. Это как минимум. Ну, лично я, вот лично мое мнение, ну, наверное, привру. Но я почти уверен, что Эмпайр в тройке будет. Вот это по мне. Никакого отношения не имеет мое мнение к тому, что там Powered by Empire, и что мы стримим на Эмпайр ТВ. Никоим образом. Мне просто кажется, что команда на очень плотном и хорошем ходу. За сколько рублей ты мне посаппортишь? Я думаю, такие вопросы в нескольких штатах США вне закона вообще. Ты лучше спроси, за сколько секунд я забаню тебя. Сколько платят за то, что комментируешь? Мне никто не платит за то, что я комментирую. Твич — это такой ресурс, который позволяет комментаторам самим зарабатывать. Поэтому за комментарии мне не платят. Я комментариям, по сути, плачу себе. Опасаешься Китая? Китай развалит СНГ. Нет, вообще не опасаюсь. Китай в этом году необычайно слаб, Китай. Необычайно. IG, мне кажется, себя истаскали уже. Очень долго они играют, и без изменений. Все там чуанем пропахло. IG, например, вообще опасности я в них не вижу. Команда Ньюби, естественно, без Ксяу не команда Ньюби. LGD разве что. Но опять же, это Ксяуэйт. Но, блин, Ксяуэйт, из него уже песок сыпется. Я понимаю, что там это компьютерная игра, и возраст, возраст немного значит. Но как-то, не знаю, бах, и в финале, или в какой-нибудь игре важной Ксяуэйт ненароком паралич разобьет возрастной. И команда из Китая, в общем-то, одна из фаворитных команд из Китая, ничего толком и не сделает. Я не думаю, что Китай стоит опасаться гораздо страшнее Китая Сикреты. И ЕГЭ очень страшны. Прям невероятно страшны. Тем более для СНГ они опаснее, как по мне, потому что стиль игры близок. И ЕГЭ чертовски натренированная команда. И они вот в стиле СНГшном, вот этом европейском СНГшном стиле, где-то превосходят. Во многих моментах превосходят СНГ коллективы. Поэтому могут выиграть в Доту, играя в твоем стиле, но играя лучше, чем ты. Поэтому вопрос по Китаю не столько актуален. Больше, конечно, я опасался бы Европы и Америки. Спасибо тебе. Классно комментируешь. Спасибо тебе. Отлично смотришь. Как думаешь, в матче Империя против Секрет кто вин? Да пес его знает, кто вин. Вообще не знаю, кто вин. Секреты опасны. Империя опасная. Как попрет, не знаю. Не думаю, что Империя сделала ошибку на брифмага. Вообще не думаю близко. Даже с Йоку все в порядке. Линии у Империи мне очень нравятся. Все, причем от начала до конца. Саппорты, сложная, мид, керри. Нет, Эмпайр укомплектованный, мне кажется, лучше всех в СНГ, в принципе. Касательно Нави, не могу сказать, что там Нави... Надо посмотреть Нави прямо-таки перед самим Интернешнл на их форму. Потому что Нави не сыграны, так как сыграны Эмпайр. Вот. Но то, что, например, укомплектованный мощнее, чем ВП, в этом я вообще не сомневаюсь. По скилловому составляющему так точно. Главный претендент на первое место ТИ. Три команды назови. Я думаю, что главный претендент... Мне кажется, ЕГЭ. ЕГЭ просто зверюги вообще. Это мое личное мнение. ЕГЭ... ЕГЭ Сикреты Эмпайр это вот топ-3. Как по мне. По тем, кто там собрался. Вот такая компашка. В какой последовательности это уже время и дело покажет. Но ЕГЭ, Тим Сикреты Эмпайр. Это мои фавориты на этот Интернешнл. Не думаешь, что Империя сделала ошибку на Брифмага? Так, 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 так. Какая твоя любимая команда? Прости, если это у тебя спрашивали сто раз. Любимой команды нет. Ну, блин. Какая любимая команда? Нет. Любимой команды у меня нет. Тим, нравится несколько коллективов. Я же говорю еще раз. Вот три, которые я назвал, мне нравятся. Мне очень импонирует своей игрой. Это вот Империя из СНГ. Мне нравится. Мне нравится Америка. ЕГЭ, безусловно. И мне нравятся Сикреты. Но только потому, что какие-то теплые чувства. Там и из прошлого я испытываю конкретно вот к составу команды Сикреты. Там хорошие ребята. Мне единственное, что Артизи не импонирует никоим образом. Почему-то, не знаю. Почему-то как-то, когда он стал мейнстримом и вокруг него столько шумихи было. Это единственный, наверное, кто в команде Сикреты. У меня такое некое отторжение, потому что слишком попсово как-то все это выглядит. Йоку менее опытен и маг по скилловее. Йоку с большим потенциалом, чем маг. С Йоку можно работать. У команды Эмпайр опытных достаточно. Надо перспективных. А у мага, не знаю, я не вижу перспективы почему-то. Ну, то есть, потому что уже как бы время такое, что... Не время, а перспектив для мага. Как насчет ВП Виртус Прог? Какие шансы на TI? Не знаю. Боюсь, что как бы ВП вообще не провалились на TI. Как бы не закончилось все где-нибудь до 12-го места. Там просто есть неприятные такие моменты. Там есть неприятные команды. Та же Team Malaysia. Очень скользкая. И хрен знает, как с ней играть. Она просто не из этой доты вообще. Она может разорвать там ЕГЭ, например. А может кому-то в комплексите, да, каким-нибудь слиться. Ну, не знаю. Не знаю, что там по ВП. ВП... Да я и за ВП особенность в последнее время не следил. То есть, так, выборочно матчи смотрел, просто чтобы быть в курсе, что там происходит. В частности, на ЕС-портале. И ВП не внушают мне доверия. В частности, матч против Веги. Тем более, Веги ослабленный, без Паши. И тут на тебе такой слив. И с таким треском проходить Вегу. Ну, что можно по этому поводу сказать? Что-то не так. Что-то не так. Что думаешь про замены в Хэр? Стараюсь вообще про Хэр не думать. Ничего не думаю. Играл ли ты в Доту 1 или в Варкрафт? Да, я играл в Доту 1 и играл в Варкрафт. Причем с Риджин оф Чаус. Все началось с One Love просто. В Доту, да. В Доту 1 играл. Причем я очень долго не переходил на 2 Доту. Потому как я как нормальный такой уважающий себя сноп и зануда говорил, что что-то такое. Вторая Дота, да, они все поменяли. Да, это не игра, капец. Кому оно надо? А потом, когда все уже мои друзья говорят, ты, Рахит, сидишь просто в камне играешь какие-то, когда у нас там 2012 год, хватит уже, хватит издеваться над своими глазами, скачая игру с нормальной графикой, все играют. Ну и я попробовал в Доту 2 поиграть, как-то немножко приловчился, ну и скиллок где-то и перенес во вторую Доту. Ну, нормальное отторжение всего нового, это стандартная схема вообще для каждого. Вот. В первую Доту я играл почти столько же, сколько во вторую. Альянс могут в конце сезона набрать мощь? Не мощная команда, как думаешь? Альянс могут в конце сезона набрать мощь к Ти-5? Не очень понял этот вопрос. Нет, Альянс, мне кажется, не могут уже набрать мощь. Как по мне, для Альянс конец сезона в самом глобальном смысле этого выражения уже настал. Альянс, по-моему, команда себя изжила, к сожалению. Там уже по возрасту, Лоду без кепки видели. Там уже поздновато как-то раскрываться. И я думал по касательно Альянсов, я на одном из стримов своих озвучивал, касательно Альянсов и касательно Na'Vi. Если бы Na'Vi не прошли бы на International, то мне кажется, что в этом составе для Na'Vi все бы закончилось. Это были бы глобальные какие-то изменения. То есть организация, понятное дело, что мощная, раскрученная, с именем, с брендом. Организацию не распустили бы, а вот составчик-то пришлось бы менять чуть ли не полностью. И с Альянсом та же история. И вот Альянс не проходит на International, а команды живут от International до International по сути, потому что это такой вот сгусток медиа внимания, какого-то денежного внимания. И мне кажется, что Альянс как команда уже закончилась. Секретная цель и тем на Петлорда в компендиуме будет, как с Течи? Я вообще абсолютно некомпетентен в этих вопросах. В вопросах компендиумов, левелов, шмоток ничего не могу по этому поводу сказать. Никакой страсти у меня к вещам нет, не было и, надеюсь, не будет. Поэтому у меня компендиум третьего или четвертого левела, я даже не могу понять, как там набирается этот левел. То есть я не отупляю в этом вопросе, поэтому ничего не могу сказать про Петлорда. Я не в курсе просто, я не слежу за этой ерундой. Считаю, ну, просто времени на это нет, а заставить себя думать об этом я тоже не могу. Мне все, что связано с компендиумом и с шмотками в доте, меня в принципе не интересует. Ты такой прикольный, хорошо комментируешь, достаточно хороший словарный запас, мне очень нравится. Продолжай, спасибо большое, С56СС. Че, бан прошел здорово, Сережа Бондарев вернулся. Респектуле, Сереж. Ты состоишь в какой-то команде? Нет, у меня скилл игрока невысокий. У меня невысокий ММР, у меня невысокий скилл игрока, я сам невысокий. Ну, такой, среднего роста. Вот, нет, ни в какой команде я не состою. Я редко, очень редко катаю пабы, но это все исключительно ради фана, когда есть свободное время, и с друзьями. В принципе, с такими же раковыми, как и я. Поэтому там команду собирать, это был бы полнейший какой-то инвалид гейминг. Поэтому в команде я не состою. Переходи на StarLadder 1. В смысле, посмотреть или покомментировать, или что? Или просто пойти поспамить там в ЛС кому-нибудь что-нибудь. Можешь назвать топ-мидера, Сапа, Керри, Сэмми Керри и Хардлайн? Ух, задачка-то, да? Непростая. Топ-мидер. Топ-мидер Сумаил, топ-мидер 100%. Вообще не обсуждается топ-мидер и топ-керри я бы сюда Сумаила отправил. Топ-керри, ну ладно так, посерьезки. Если Сумаил топ-мидер 100%, не знаю почему. Почти уверен, что там, во-первых, со старта просто вообще мозговзрывающий скилл. Во-вторых, агрессия просто феноменальная. То, что очень важно для мидера, как по мне, иметь. Ну и просто вообще без печали, без тормозов, чувак, он идет и долбит. Поэтому это 100% топ-мидер, даже если кто-то считает иначе. Топ-керри. Пес его знает, топ-керри. Не знаю, мне Курон нравился всегда в роли керри. Но так в топ, конечно, его не отправишь. Хвост, очень крутой керри. Сайлент, очень крутой керри. Что там у нас, кстати, у Сикретов? Кто там? Ой, у Сикретов кто там фармит-то? Да и нет, у Сикретов ярко выраженного керри нет, в принципе. А Артизи нет. Артизи... Нет, Артизи не топ-мидер 100%. И я думаю, что Сикреты, как встретятся с ЕГЭ, вы поймете, что Артизи не топ-мидер, к сожалению. Притом, что опыта много и нормальный чувак. Но как дойдет дело до старой команды Артизи, я думаю, что все станет на свои места. Саппорты, и это сложно, там их просто триллион. Не знаю, по саппортам, например, команда ЕГЭ очень плотно заряжена по саппортам. Мне очень нравится, как играет Алоха Дэнсу. Без вопросов, мне очень нравится. Да, в последнее время, там последние 2-3 игры, это, конечно, перть полная. Вот просто так получается. Против Веги, например, прошлый матч, это издевательство было 0-16. Но, в принципе, Алоха Дэнс мне нравится тоже. Я очень люблю агрессию в доте, очень люблю. Поэтому ранние Нави мне нравились с артстайлом, а сейчас не очень. Вот. Ну и по оффлейнеру, не знаю. Йоку, например, меня впечатляет. Йоку впечатляет и... Так как-то и припомнить сложно. Йоку впечатляет. Фаник, например, не очень. УВП, кто там? Фобос. Нет, Фобос точно нет. Там по секретам потрясти, кстати. Хороших игроков можно найти. Ну, это, я же говорю, я запутался уже, кто там на оффлейнере, кто там на миде, кто керри. Так, что можешь сказать о БХ в качестве саппорта? БХ не саппорт. Трава не наркотик. БХ не саппорт 100%. Это не саппорт. Это такой вот дисбаланс. Это техник. Это, не знаю, это кот в мешке. Пропрет, не пропрет. Вспомните, как Na'Vi играли против клоудов. БХ взяли саппортом, но он же не саппортил. Он просто был ходячим вардом. А ходячий вард это не саппорт. Вот. Поэтому, ну что у нас возвращение в матч наконец-то? Все, теперь я могу сделать дебильный голос, с которым я обычно комментирую, и вернуться к матчу. Под смоком команда Empire. Выходит у нас на Ноуана. Ноуана зацепили. Бладрайт уже под ноги. Ой, неприятное приземление будет. Нет, Ноуана у нас и выйдет в итоге. Бладрайт. Разгон пошел от мага. Now this one to fly. Подрапчу у нас Бэйн. Бэйн отправляется в таверну. Счет становится 16-15. И Вега опять повели. Здесь вот он наш не саппорт Баунти Хантера Алоха Дэнс. Раздал трек по Ноуану и по магу. И тусит здесь еще. И Сёма Зе Слеер у нас, кстати, тоже под треком. Ну, ходячий трек Баунти Хантер. Побежал маг. Побежал на Алоха Дэнса. Светанулся немножко Алоха Дэнс. Его отсюда уже не выпустят. Под ноги ему Лайт Страйк Эрри. И гляньте, ульта от Феникс. Все вообще влили, чтобы забрать в итоге Баунти Хантера. Счет становится 17-15. Доигрался у нас Алоха Дэнс. Ну и что? Так. Время-то идет. Графики в прямую линию уже превратились. 2000 по голде выигрывает команда Эмпайр. По экспириенсу 3000 тоже для Империи. Ну и 18-ая минута подходит к концу. У Йоку есть Даггер. Удачно я переключился у нас на оффлейнера команды Эмпайр. Йоку вернулся наконец-то. Как долго мы его ждали. Причем, кстати, со вчера мы его еще ждали. Ну и Вега в это время подпушивает нижний лайн. Эмпайр даже не реагирует на это в принципе. А Сайлент подпушивает в это время топ-лейнер. Тут тоже Вега, скорее всего, дефать-то и не будет. Хотя нет. Все. Глиф провязали. Сюда уже летит Винтерн Вивер. Все. Вернулся. Нет. Все. Да. Нет. Виверн у нас отменяет. Все это. Соло Сема за Слэйер здесь бы не хватился. Видимо, инфакт какая-то пошла, что... Отменяй к черту вообще все это. Ну что, по одному тавру разменялись на легких линиях, соответственно. Эмпайр и Вега Сквадрон. И рапши у нас на Олвис Фонофлай. Финс Грипп в ответку. Под БКБ Бладсикер. Дэмэджа не нанесли его, но Олвис Фонофлай хотя бы пожил какое-то время. Флай выхиливает здесь Алоха Дэнс Баунти Хантер. Ну до конца-то спасает уже всех Йоку. Лоу ХПшный. Стампид есть у нас от Йоку. Пошли в атаку игроки команды Эмпайр. Хотя им по-хорошему бы валить отсюда. Но Йоку здесь бежит от Мага. Стан пошел в Мага от Сайлента. Еще один удар и развалится Маг. И Маг цепляет Йоку. Просто пробегал мимо и локтем выбил зубы. Ну и догорел у нас перед Брекер. В итоге минус 4 делает команда Эмпайр. Теряет двоих в этом файте. 2-300 по голде, 4-100 по экспириенсу. Счет стал 19-19. И вот она вишенка на торте. Команда Эмпайр еще и тавр на мидлей не забирает. Ну молодцами. Ты любишь саппортов как Нага, Найт Сталкер, Рейс Кинг и так далее? И так далее разве что так. Рейс Кинг как саппорт нет. Но мне очень нравится, когда команда использует Свена или, скажем, Алхимика как саппорта. В частности, Свен, наверное, яркий пример. Рейс Кинг не очень. То есть таких вот саппортов, которые имеют потенциал выхода в жесткий лейт. Я до сих пор горю по поводу того, что Алхимика никто не использует. Почему? Почему? А, кстати, один из любимых персонажей в принципе. Ну что, по голде Эмпайр продолжают номинать бока команде Вега Сквадрон. Три с копейками в их пользу по золоту и более четырех по экспириенции. По голде уже за четыре вылезла команда Эмпайр. Побежал у нас Мак. Пробежал, кстати, мимо Резолюшена. Пробежал мимо Always One Fly. Просто по кустам разбежались и разлетелись в разные стороны. Ну и Мак вынужден отправиться просто фармить. Вообще у нас, я смотрю, время файтов закончилось. Команды просто на фарм переключаются. Гвардиан Грифс появляется на Баунти Хантере. Алоха Дэнс. Кто здесь лучший саппорт? Алоха Дэнс. Самый дорогой вообще во всей истории доты тапок собирает. Обычный тапок. Негрейженный два раза, если вы об Утсов Тревел вдруг подумали второго левела. Гвардиан Грифс появляется на Алоха Дэнсе. Ну и теперь он действительно фулл саппорт. У него 11-й левел. У него немного ХП. Тут по ХП бы укомплектоваться. Ну, например, БКБ необходимо Алоха Дэнсу. Это так вопрос времени, скорее всего. Йоку у нас под рабщи. Бладрайт заивейдил. Йоку просто тем, что отошел немножко в сторону. Ну и команда Эмпайр собирается. Понемножку подтягиваются на мид. В принципе, сейчас, может, и замес у нас уже начнется. Алоха Дэнс продолжает свои гуляния. Кстати, вроде как и в файтах практически не участвуют. Какой-то пассивной прогулки от Баунти Хантера. А нет-нет. Да и нафармил себе на Гвардиан Грифс. Да и вообще топ-5 по Нетворцу. Так, ну что, пошел у нас замес. В лесу команды Вега Сквадрон под БКБ ФН. ФН разваливает здесь резолюшн. Азабирает 600 голды. Ну и дальше под БКБ ФН. Еще один килл. Дабл килл от Соло. И Баунти Хантер отправляется в таверну. Это полный и Баунти Хантер от команды Эмпайр. Просто минус 4 на ровном месте. 2800 голды. 4700 экспириенса. Команда Вега Сквадрон отбирает. Скучновато, как-то я смотрю, стало командой Эмпайр. Решили во вражеском лесу подслиться. И так и получилось. Это не сложно. Это не сложно. Сайлент не был о файте. Сайлент по классике. Армлет. Точнее, в такой последовательности. Блэйдмейл. Армлет. Блинкдаггер для Брискинга. Ну и смотрите, что по графикам тут происходит. Команда Эмпайр выиграла 5. Теперь к единице скатились. По золоту, по экспириенсу с 4.5 в ноль. В ноль. И все это в плюсы идет Вега. Они теперь на ходу. Динамика в их пользу. Так что это неприятность. Дота, игра, динамика, резолюшена. Увидели. Сайлент прыгает у нас на резолюшена. Не дали. Ой, точнее. Сайлент прыгает на резолюшена. На Эфена, конечно же, прыгает Сайлент. Резолюшен тут как тут со своим сплит-осом. Забрали мейнкерри команды Вега. Сейчас глянем, сколько заработали. Тысячу голды за одного паренька. Маг у нас. Финс Грипп попадает. И Мага здесь допилят. Еще один килл от команды Эмпайр. На лоу хп отсюда Бэйн. Никуда не уходит, потому что у нас в бегах просто Вега. Еще забрали к тому же Винтерд Виверн. И гонят Феникса. Ну и вот Ан Йоку. Отомстили. Империя в том же стиле. Только никого своего не потеряли. 24-23. Эмпайр делает 4 килла на ровном месте. Начали с Эфена. Продолжили саппортами. И вообще всеми, кроме мидера, команды Вега. По голде Эмпайра опять графики отправляют в свою сторону. Гита Качели. То одна, то вторая. То третья. Какой твой любимый турнир, кроме Интернешнала? И почему ты стал комментировать игры? Я не знаю. Вопрос очень сложный. Игры я стал комментировать, потому что... В какой-то момент понял, что мне не нравится ни один из комментариев современных. Не в обиду другим комментаторам. То есть есть крутые чуваки, есть разбирающиеся, есть харизматичные. Но смотреть других комментаторов мне стало в какой-то момент скучно. И они просто не давали мне того, что я хотел бы слышать на стриме. И стримы не такие, какими я хотел бы, чтобы они были. И какими я их вижу и стараюсь преподнести. Это и заставило комментировать. Нечего читать, напиши книгу. Нечего слушать, я не знаю. Запиши песню. Ну так и здесь. Не можешь смотреть доту с другими комментаторами. Садись, сам комментируй. Ну что, Эмпайр выходит у нас на Роху. 25-я минута. Рошан дождался наконец-то своей участи. Я только как-то заскучал уже Роха. Долговато вообще к нему шли. Друг другу уже лица поразбивали. 24-23. Рошан все стоит цели. Так, до поры до времени. Роху забирают у нас. Команда Эмпайра. Эджис достается лишь Року. Резолюшн с Юулом. Здравствуйте. Что это такое? У Резолюшна есть Юул, есть Бутсов Тревел. Решил бегать быстрее всех. Ну с Сикером тут конечно не сравнится, но... Как минимум быстро бегать будет. Сема Заслеер у нас. Под молоток Йоку попал. И Йоку под Рапча. Его скорее всего здесь допилят. Йоку отправляется в таверну. Винтерн Виверн. Такая скользкая падла. Ее вообще никак не зацепить. Она лоу хпшная. Ей плевать. Но еще кстати в колбу соло отправил у нас Сема Заслеер. Себя хилить не стал, но он в принципе в безопасности. Я не думаю, что кто-то из Эмпайр с суицидальными наклонностями, чтобы сюда ворваться. У Эфена уже есть БКБ. У него есть Шадоу Блейд. И совсем немного денег остается Эфену накопить до Сильвереджа. А там и распилить его будет не так-то просто. У Сайлента уже появляется Хипперстоун. Маг в очень опасной позиции. Always on a Fly здесь. Финс Грипп есть Эфен. Увидели его просто в рассыпную. Тихо мама идет. Всем напалево. Эфена ловят Финс Грипп. Маг слишком поздно. Чарджер Даркнесс. Вот теперь он тебе пригодился, бэс. И Сайлент будет гнать у нас Мага. Подсветили Мага. Магу дали стан Сайлент. Прокнут крит и не прокнут. Сейчас узнаем. Сюрикен летает у нас в Мага. Маг на подхиле. Вот Сема Заслеера. У Мага Чарджер Даркнесс откатился. Но и у Сайлента откатился стан. Даблкил от Сайлента. В Сайлента запилили ульту у нас игроки команды. Ой, игроки. Не все игроки. Но Уан запилил у нас ульту в Сайлента. Еще один килл от Эмпайр. Пока что минус 3, минус 4. И где ты, пятый? Где ты, булочка сладкая? Соло у нас не долетает до хайграунда. Резолюшн видит его. И Сайлент будет у нас соло ловить. Соло ловит стан. И минус 5. Трипл килл от Резолюшна. Дабл килл от Сайлента. Это Тим Уайп от команды Эмпайр на 28-й минуте. 5 в ноль. 6 тысяч золота. 7 тысяч экспириенса. Ну цифры просто космического масштаба. Бедняги Вега. Я думаю, что это начало конца. Жаль, конечно, но... По-моему... По-моему, тут все не в их пользу закончится. Сильвередж так и не появился на Бладсикере. И есть шанс, что не появится. Ну, Эмпайр, по идее, должны хотя бы одну линию здесь забрать. Если не полностью, то хотя бы один барак дорасковырять. Так, как-то скайперируйтесь. Бейте один барак, ребят. В принципе, Тауэр забрать-то надо. Бараки, точнее, надо забрать и уйти отсюда. Нет, Стампи, да? Хотя через 8 секунд будет Стампи. Нет, Эмпайр у нас в привычном для себя стиле. Не надо нас быковать, а то мы будем быковать в ответ. Забрали у нас Бладсикера. Забрали Винтерн Ливерн. Вся Эмпайр живы. Вся команда фуловая. Йоку единственных тут немножко просел. Байбек у нас от Мага. Байбек у нас от ФНа. Но Ванна лоу хп. Но Сайлент просто уже не щадит. И Резолюшн просто доедает все, что не доедает у нас Сайлент. И Сайлент через этот Мордиган, ну, жесть какую-то показывает. Уже какая игра подряд. Один Мордиган вообще тут стоит, не знаю, половины команды. Сайлент с Мордиганом чудеса просто вытворяет. Появляется, кстати, для Алоха Дэнса Дезолятор. А у Сайлента появляется Кераса. И до этого неприятности были у команды Вега Складрона. Теперь вообще непонятно, как жить. Ну, Эмпайр просто уже под Фонтан пошли давить. Соло таки не приземлился. Вот Фонтан захарит, ну, имейте ссорь. Ну, не мучайте вы Вега Складрон. Так ведь доиграться можно. Ну, все, здесь просто зажали под Фонтаном и просто изуродовали моральное состояние команды Вега Складрон в финале этого матча. ГГВП. ГГВП. Ну что, друзья, заканчивается у нас матч между Team Empire. Все вопросы в чате сейчас продолжим немножко интерактив. Если есть о чем поговорить, поговорим. Давайте закончим трансляцию, а там уже перейдем на какие-то личные темы. Team Empire побеждают в этой игре против команды Вега Складрон. Выигрывают со счетом 2-0. Выигрывают, в принципе, в легкую. Немного времени. Надо было первый матч 23 минуты, второй 29. И все это было быстро и неприятно для Веги, конечно. Вега у нас на третьем месте. Empire проходит в гранд-финал, где будут сражаться против команды Virtus.pro. Этот финал состоится завтра в 18.00 по Киеву и по Москве. Естественно, на нашем канале наблюдайте этот матч. Будем транслировать. У микрофона буду я, естественно. И будем следить за самым важным матчем ЕС Портала. На данный момент, в принципе, все. На данный момент мы прекращаем данную трансляцию. У микрофона был друг. Это студия игрокам ТВ при поддержке Team Empire. Меньше играйте в доту, больше читайте книг. Так, заставка и гоу интерактивчик. Ребята, все, кто у нас исключительно ради матча здесь были, до связи. Завтра услышимся.